Здравствуйте! Начинаем сегодня нашу встречу. Признаюсь, наши все встречи очень важные, как вся Тора важная, и как все учения Рэбы, они очень важные, и все дни нашего календаря очень важные, и каждый день грейского человека очень важные. В Зуаре написано «Дабихол Йома, Вейома, Ават, Авидетей». Человек делает свой труд, свою работу, свою службу, совершает каждый день. Хочет он того или не хочет. Поэтому в конечном итоге написано в Талмуде, что «Исраэл млаим митцвод каримон, а филу поше Исраэл», даже те, что они считаются не цадиким и не бейнуним, а самая нижняя степень в еврейской нации, они переполнены митцвами, исполнением заветов, как гранат переполнен зернами. Слава Богу, все евреи из одного корня, и все евреи в одном расположении у Всевышнего. Пока каждый из самых последних евреев не выйдет из Галлота, избавления не будет. Одно из учений, которое Ребеном давал его в голову. Идите, одевайтесь с людьми с филом, говорите с ними. То, что они бросаются, и то, что они брыкаются, это ничего не значит. Это, наоборот, значит, что их это задевает. Значит, что где-то внутри этого им не хватает. Поэтому вы делаете свое дело. И это открыл на самом деле Балшемтов. И Балшемтов, а потом Алтаребе, а потом и каждый Любавишский Ребе, и дошло вот до нас. Наш Ребе последний перед приходом Мессии, и он нас вот так воспитал. Итак, мы начнем с того, что я вам скажу именно про Порошат Шлах. Шлах – это пошли разведчиков проведать, что это за государство Кнаан, что там за земля, какие люди там находятся, сильные они или несильные, чем вооружены, и что производит эта земля, что там растет и как растет, климат, все, что нужно военной разведке, доложите сюда. Моисей выбрал для этого 12 человек, которые являлись, каждый из них был вождем племени. 12 племен было, 12 колен, и вот 12 колен этих, их предводители пошли, на них он возложил это. На меньших он возложить не мог это. Почему? Потому что меньшие, они должны были пройти всю пустыню, и потом войти вот в какую-то неизвестность, Эрскнан, иди, знаешь, что там делается, их могут там растерзать, они могут там споткнуться или еще что-нибудь. Но все шло под контролем Моисея, а главное, что это была инициатива евреев. Евреи сказали, мы хотим зайти и посмотреть эту землю, давай пойдем и посмотрим. Моисей согласился, ему эта идея понравилась. поэтому написано шлах лхаанашин, пошли себе, то есть ты пошли, мне не нужно, я уже свое сказал, что пойдете в эту Кнанскую землю, и там это наша земля, все. И если вам что-то понадобится, у вас будут какие-то трудности, я их буду решать. Всевышний сказал Моисея. Ну так они пошли. Впоследствии там произошло то, что произошло, мы все это знаем, мы не будем это сейчас еще раз оговаривать. Это каждый, кто открывает Пятикнижья, знает, что там произошло, что эти люди не хотели войти в Израиль. И они оклеветали эту землю и сказали, мы эту землю захватить не можем, потому что там сидят народы, которые сильнее нас, могущественнее нас, и мы их не одолим. Ну раз такое дело, мы начинаем задумываться, что же произошло. Моисей выбрал 12 человек самых праведных, самых великих, то есть у них не было недостатка в оценке обстановки. Они хорошо проанализировали, видели, что происходит, и пошли так это в открытую пошли, не скрываясь, как все разведчики входят на территорию врага, так они там обычно стараются не выделяться, стараются, чтобы их не заметили, и как-то вливаются во все происходящее. Из-под тишка вглядываются, а тут эти пошли демонстративно, и все было. Что там было примечательного, что я хочу обратить внимание на это ваше, Раши говорит, что Моисей молился Богу и прибавил одну букву Иешуа. Один из двенадцати разведчиков, которые впоследствии он станет тем, кто войдет первый в Израиль, будет после наместником Моисея он станет, и он ведет евреев на обетованную землю. Он будет воевать со всеми народами там. Иешуа бен Нун, сын Нуна. Будучи учеником, непосредственником учеником Моисея, который не отходил от Моисея ни днем, ни ночью. В Моисея шатре он сидел, и когда Моисей переставал урок свой, там обучал старейшин, обучал ученых, санедрина всяких, так он после этого оставался один, и он убирал книги на место, расставлял стулья и так далее, ухаживал за этим шатром. Вот в этом он жил день и ночь Иешуа. Он ничем не занимался, он был очень сильно привязан к Моисею и ко всем, что было близко к Моисею и ко всему духовному. Именно его выбрал Моисей, чтобы добавить ему букву в его имя, и что еще говорит раньше, эту букву назвал ему Юд, добавил ему Йошуа, его звали Ошуа, а он назвал его Йошуа. Юд это 10, это число известное в хасидизме, но главное не это, главное то, что Раши говорит Юд Кей Йошуа Ме ЦАТ МРАГЛИН. Юд Кей это имя Всевышнего. Он тебя спасет, да спасет тебя он, поможет тебе он не войти в аферу других разведчиков, всех остальных, почти всех, 10 разведчиков. Идут разведчики, и все вроде бы настроены правильно, и Моисей их выбирал, и Раши говорит, что в это время они были все праведники, кширима, они были кошерные. Кошер, если перевести, дословно перевести, может быть, это правильнее было бы, приспособлен войти вот в эту роль, что на него возлагают. Он способен выполнить вот этот указ или приказ и тому подобное. И вот они пошли, как известно, проходили там 40 дней, вернулись и сказали, что эта земля нами не не может быть занята. То есть мы не достигнем этого, недостижима она. Там живут люди, богатыры, и земля эта жирает своих потребителей, своих, тех, кто на ней живет, она их съедает. А на самом деле, как мы уже говорили, что израильская земля, она выблёбывает тех, кто там себя ведет несоответственно. Соответственно чему? Соответственно тому, что Всевышний хочет от нас, от евреев, то, что он хочет от мира и от всех людей, он хочет, чтобы мы все были вечными, как он сам вечный. И чтобы вся вот эта игра была невременная, чтобы весь этот спектакль продолжался, и чтобы мы начинали понимать друг друга, внимать друг другу ко всему. И чтобы все мы шли в один унисон, и чтобы главным режиссером был Моисей, и он проведет нас в правильное движение ног, и голоса, и музыки, и так далее. И что произошло дальше? Они вдруг взяли, пришли и осквернили все это послание, то есть сделали все наоборот, вверху дном. Что там произошло? Произошла очень ясная ситуация. Евреям было хорошо после после 400 лет в Галуце Египта порабощения, они вдруг вырвались на свободу. Главное, в чем заключалось их порабощение, что они ушли от наших, от навыков своих отцов, и стали быть подобными окружающим их арабским людям, этим египтянам, египтянам и их пленных. И тогда это все к ним прилипло. И надо было сбросить все это с себя, надо было вернуться к корням. Написано, что поколение, которое вышло из Египта, это были люди знающие, и они понимали, что им нужно из этого вырваться, оторваться и уйти, идти выше, постараться достигнуть того, что потеряли. И когда они были в пустыне, в пустыне у них была мана небесная, им у них не было никаких забот, и они там, особенно после получения тора, они были на такой возвышенности, что им не хотелось менять эту обстановку. Когда они пришли в Эрес к нам, так они увидели, что их ждет. Соприкосновение моментальное с заботами земными, притяжениями земными, все искушения, которые находятся там, в земной жизни, а в пустыне их нет. Поэтому они решили, что они не идут. Есть комментарии, что они просто не хотели терять, вроде бы, свой, каждый из них же был очень большим начальником, не хотели терять свой джаб, как сказать, свою должность, но это неправда. Это такое слишком легкое и поверхностное. Они кшеи мои, они были шваты, это никто не оспаривает. Но вот это, вот именно вот это, то, что не входить вот в тот образ жизни, который сегодня в своем оголении предстал перед нами. Наши поколения и все последующие после них предстали перед всеми искушениями, которые постигают человека в этом мире. Они ради достижения чего-то духовного, возвышенного, чтобы было у всех понятие и чувства правильнее нарушили указ Всевышнего, что Всевышний хочет, чтобы жизнь была именно такая земная, со всеми привлекательностями в кавычках не совсем достойными. И таким образом человек сумеет открыть в себе силы, в которые вложил в него Всевышний с сотворением мира. Всевышний не сотворил мир просто так. Он очень большой стратег. Ему была ясна цель и прежде всего нужна нужна, чтобы была поставлена цель. Есть книга, которую относят к Аврааму и написал. В этой книге расписано, что буквами алфавета Всевышний построил весь мир. Больше нет ничего в мире, как буквы еврейского алфавета. Какая их расстановка и перестановка, как они соединяются, как они меняют форму, все остальное происходит от этого. Там написано, когда Всевышний начинал только, до начала он видел конец. И он говорит так, дословно, если я переведу, наут тхилатан бесуфан бесуфан бетхилатан. Вдавлен конец в начало и начало вдавлено в конец. Вот это предстало перед каббалистами, одна из первых вещей, а потом как каждая буква работает и где там вдавлено начало, где там вдавлен конец. Когда Всевышний сотворил мир, он уже знал, для чего он его готовит, для чего ему нужен этот мир и где его конец. А в конце уже знает, где начало. То есть, когда Всевышний сотворил мир, он знал для чего. И все идет к этому. Ничего не может измениться. Ничто не уйдет в сторону, ничто не будет забыто. Или это пойдет гладко и приятно и хорошо, или это будет с трудностями, с переживаниями. И вот так, как это сейчас происходит и происходило до нашего поколения и включая нас. Мы надеемся только, что чуточку, еще чуть-чуть, будет еще легче, и мы уже избавимся от всех невзгод, которые мы пережили. Так цель она стояла перед глазами каждого, каждого, точно так, как сотворение миров никогда не заканчивалось. Сотворение миров никогда не заканчивалось и не заканчивается и не может закончиться. То есть, а как было творение миров? И сказал Всевышний, и сказал Всевышний, и вот этот сказал Всевышний, повторяется все время, Всевышний сказал, да будет свет, да будет свет, да будет свет. И это не что он сказал один раз, и потом это еще уже существует, раз уже есть свет, раз есть земля, да будет земля, да будет трава, да будут рыбы, так они могут уже существовать. Самостоятельно. Такого не бывает. Вот так же, как в первый раз божественная энергия оделась в это, вошла в это, сотворила вот это творение, это повторяется ежеминутно, ежесекундно. Нет ни одной мельчайшей детали от секунды, чтобы не повторялось творение мелов. Все время и в нашем мире, и в следующих мирах, все, что было связано с этим. Все время и роки, и роки, да будет небо, да будет, пусть будет небо, пусть будет земля, и так далее. Точно так, как вот это само наше существование все время рождается заново, то же самое требования Всевышнего, они все время повторяются. Тора никогда не поменяется, никогда не изменится. Не Тора и, естественно, не еврейский народ. Мы часть Всевышнего, и мы часть Торы. И вот все это вместе составляет очень интересный тройной союз такой, что мы одно целое. Евреи, Тора и Всевышний. Мераглин должны были видеть и видели в тот момент, когда Моисеев назначил, он видел по ним, что они достойны, и у них есть все инструменты для того, чтобы это понять, осознать, видеть и выполнить. И вместе с тем это не получилось. Они сказали, мы хотим остаться в пустыне, мы не зайдем сюда, потому что мы потеряем все, что нам Всевышний уже дал и хочет сюда в дальнейшем. И поэтому самый близкий, самый духовный человек, которого звали Йошуа, он был отдален от материального мира больше других и был приближен к духовности больше, чем другие. Остальные там один человек, что жми. Так именно за него молился Моисей и дал ему, добавил ему имя, чтобы он не отстал, не дай Бог, у него был потенциал отстать, потому что он был слишком духовный. И сейчас они пойдут по пустыне, а пустыня, что характеризует пустыню? Пустыню характеризует в общем шило Яшав Адамша, там никогда не было людей. А второе, что там находится Нахаш Сарав в Акрад. Там находится змея, там находятся сжигающие змеи такие, кроме змеи обыкновенных. И третье там находится скорпионы. Больше там ничего нет, там ничего хорошего нет. Моисей направлял их именно вот на это. Мы идем туда, там есть материал, всякие развлечения земные, и мы должны с этим состязаться и превратить вот эту пустыню в азис такой, в котором не только хочется жить, но можно жить и нужно там жить. И все будут там в конечном итоге выращены, исправлены, и мы сумеем пройти вот эти шесть тысяч лет и оказаться в новой эре, которая ждет нас уже совсем другими измерениями, не как сейчас. Но они в этот момент это не осознали и пошли на то, чтобы было легче. И пошли и сказали, мы не изойдем в Израиль, мы хотим остаться вот в таком состоянии, как сейчас. Мы не хотим принимать участие, в захвате этой земли, во всех этих войнах, во всех хитростях земной вот этой жизни и в занятости этим. Мы не хотим немножко молиться, немножко изучать Тору, большую часть времени отдавать занятия земными делами. Нет. Мы хотим заниматься Тору. А что Мейшарабей предложил, что Моисей им сказал? Тора хочет, чтобы ее изучали день и ночь сближаются Тору. А получилось так, чем больше они сближаются Тору, тем меньше им хочется расставаться с ней. Он говорит, но это все должно быть в меру. И то, что вы взяли сейчас, вы должны передать это дальше, передать тем, кто еще этого не знает, кто еще называется Амарец, кто еще невежда. если ты знаешь Алых, еще не знаешь Бет, так от тебя никто не требует, чтобы ты занимался с другими, чтобы ты их обучал Бет. А когда они будут знать Алых, к тому времени ты уже подскочишь на Бет и будешь обучать их Бет. вот такой гражданский подход к ним решил приспособить Мойше, он так у них воспитывал. Он видел в них потенциал громадный, нескончаемый и возложил на себя против, он этого не искал, он этого не хотел, он был очень скромный человек. Ему самому было достаточно, что есть Всевышний, но он этим он не ограничивал себя, а наоборот, он не искал покоя. Как известно, он рос в семье у царя в доме, у фараона, а фараон был тогда самым великим царем в мире, и самая развитая страна была египетская страна. Египет был и научно, и главное военным образом, и гражданским образом. это была великая держава. И Моисей во всем этом рос, развивался. Вот это тоже Ашгаха Пратиид, воля Всевышнего, и это было заложено в Моисея, что он не может, будучи с Иосифом братьями где-нибудь в пустыне заниматься развитием овец и так далее, уйти от земного. Он не сможет быть в этом. Если он тогда пойдет, так он уже не сможет заниматься землей, земными делами. А что было на самом деле с братьями и с Йосифом? С Йосифом что было? Он был один совсем иной, чем другие братья его. Совсем другой он был. У него к отшельничеству не было никаких склонений, никаких склонов не было, никаких его не тянуло к этому. Он все время анализировал жизнь своего отца Якова, потом Исаака, потом Абраама. Они все изучали Тору. Вместе с тем они занимались другими делами тоже и он видел в этом, что это их главное назначение и что это главное, что они хотят. Мы должны превратить вот эту пустыню в место, где можно хорошо жить, прекрасно жить и изучать и Тору, и работать, и так далее, иметь все. Полное совершенство во всех отраслях. И что? Откуда он это взял? Откуда это взяли? Где это видно? Очень просто. Всевышний создал мир, он его сотворил в полном совершенстве. Поэтому он взял, когда он сотворил человека, после того, что все уже было в мире, все было, было прекрасно, в этом мире не было недостатка ни в чем. тогда он сотворил человека, предоставил ему все это наговоры тебе. Но единственное, что он недоставало тогда, недоставало препятствий. И тогда он сотворил препятствия. Тут человеку надо было просто бороться с этим. Просто не допустить провала. А это нелегко. Это совсем-совсем нелегко. Жить в отшельничестве и не поддаться искушению, это очень легко. Рассказывают на Балшемтова, что значит рассказать? Записано из наших источников исторических. Рэбб это очень часто рассказывал, что был период, когда Балшемтов был еще таким скрытным цадиком. Он ходил по народу и везде проповедовал, чтобы люди знали, чтобы знали, что на них возложена большая надежда и что они не такие отсталые, как им кажется, а в тех местечках, где жили тогда евреи в то время, после погрома Богдана Хмельницкого и после всего того, как были вот эти движения не хасидские, которые простых людей не признавали, их унижали, отдаляли. И вот тут он ходил, он заходил на рынок, останавливался возле толпы людей, начинал им рассказывать кем-нибудь маясь из геморреи. Они не знали, что это такое, они читать не умели. И он им все это объяснял, так как у них была еврейская душа, еврейская чуткость. И они тут же прилипали к ним, тут же притягивались. И он был из первых, который занимался так, чтобы женщины тоже были посвящены во всем. Он с женщинами, с детьми на улице останавливался, сплошь, ну как бы, что бы, что он хотел. И когда они ему говорили Баруха-Шем, слава Богу, вот это ему было очень хорошо. Для него это было дороже всех дороговизм. Самое дорогое было. Потом ученики не всегда это понимали. Чего это? Все его служения Богу в четырех глазах, то есть без свидетелей, когда он был в лесу, ходил к Всевышнему, они же этого не видели. Он их не подпускал туда. Сам ходил, уединялся. Баруха-Шем развивался, он знал очень много, он знал больше других, чем тогда знали, чем сегодня знают. И он привлекал их всех. А были такие надутые большие раввины, которые сидели в синагогах. и они не не так относились к жизни. Мировоззрение их не было совсем другое. И Балшемтов, вот так, когда он ходил, известно, что он зашел как-то в в Штибл, такая синагога, в местечке в каком-то. Там сидел отшельник. В тот период было много отшельников. Отшельники, которые сидели и постили с утра до ночи. Сидели, занимались талмудом, все время учили, не разговаривали ни с кем. Многие даже перевязывали глаза, чтобы не видеть, не дай Бог, он еще его взгляд наткнется на женщину. Но что можно было в то время в местечках увидеть, в женщинах я не очень представляю. Но все равно это было, так это было, вели они себя вот так вели. И Большентов, как обычно, обратился к этому отшельнику и говорит ему, «Леве, шоломалейхам, как ваши дела? Способиями какими-то, как у вас с продуктами, как жизнь ваша? Может, там что-то не хватает?» Сделал вот так махмуху, чтобы его вывели, что он вмешает его заниматься. Большентов стал очень серьезной и говорит ему, почему вы не даете Всевышнему его прибыль? Он ждет от вас то, что он вам дает. Мы же находимся от того, что он нам дает, но он ждет от нас обратно. Он ждет от нас обратно. Почему же вы так халатно относитесь к этому? Из этих слов он понял, что это не какой-то простой бродяга нищий, он понял, что это великий человек и надо как-то ответить. Он бы просил за объяснение этого. Большентов ему объяснил, что мы в молитве на самом деле говорим, что ты находишься в Всевышнем, ты живешь с наших, похвал тебя. Так написано. Наших восхвалений от этого получаешь жизненную энергию и развиваешься. Ребе приводит этот случай и говорит так. Вопрос. Почему он довел до этого отшельника? Он же мог у него спросить, чтобы услышать Бару Хашем, слава Богу, спросил бы, сколько геморрой вы сегодня учили, сколько законов вы сегодня учили. Кто-то ему сказал, а, Бару Хашем много, мы будем стараться еще, как все набожные вряд ли решать. Большентов искал именно не это. Потому что это еще пахнет вот этими разведчиками. Оставаться в пустыне Большентов не хотел. Он хотел именно зайти в материальный мир. Поэтому он спрашивал в Осмахте Рингизун, как у вас со здоровьем, как у вас парносы, как у вас еда. Вот оттуда он хотел услышать Бару Хашем. Когда человек сидит в Койлеле, в Койлеле, в Вишиве, с утра до ночи, это очень важный момент, это я вам говорю в собственной жизни. У меня, когда я практически сильно вышел в мир, было у меня уже где-то 25-26 лет занятий вот таких с утра до ночи. После этого я уже был в Иции. Еще до этого, когда мы были в Ташкенте, там, где мы были в Ташкенте, у нас был дома Хейдер, у нас дома пекли мацу, у нас дома делили кошерное мясо, и резали, и раздавали, и все это было запрещено по всем причинам. И по причине, как это называется, контрреволюция, религия, и по причине спекуляции, и ОБХСС, как это называлось тогда, были такие случаи, когда-нибудь мы посадим, расскажу вам все, может когда-нибудь напишу что-нибудь на эту тему. Как папа должен был убежать, и как папа должен был скрываться, и так далее. А мы оставались одни. Мы уже тогда знали, что если мы знаем, у кого не было в классе евреев, у всех были знакомые евреи в классе, или незнакомые, там встречались в классе, были такие школы без евреев, я думал, может быть на Украине было где-то, но у нас в Ташкенте такого не было, у нас были евреи ашкеназийские, которые приехали из Европы, убежали во время войны, и были местные бухамские евреи, и мы общались со всеми, и то, что мы знали, мы передавали им. Я никогда не забуду, может я вам уже рассказывал, что я когда ходил в школу, возвращался со школы, меня уже ждал мой учитель дома, мой тайный учитель, рыбалтер, машинистин всякий были, так мои друзья, узбек, татарин, русский, они ждали, пока я кончу, я им рассказывал мастер про Криат Ямсов и про Эсер Макис и так далее, и они сидели с восхищением и слушали с Розиром Тумиртаны, и конечно когда мы встречали евреев, детей где-нибудь встречали, так мы их посвящали на то, что нужно, а там ты мог тогда встретить человека не только этого мальчика моего однокашника, а его отца и его прадца, чтобы ничего не знал, что уже был оторван. Вот со времен революции были оторваны люди, даже до революции. Нам это не чуждо, но откуда где-то начинается, это начинается все вот в сегодняшнем абзаце Торы, в сегодняшней главе Торы. Шла Хлыха Нашим, Всевышний сказал Минесим, шли себе, выбери хороших, подходящих, и они, которые разумеют, понимают, что делается, они выполнят это. К сожалению, они это не выполнили. И с тех пор вот это погрешение шпионов, мрагли, разведчиков, оно одно из самых тяжких, которые произошли в нашей истории. Если это с чем-то можно сравнить, может быть, с упадом Адама и Евы. Это было дело рук самого Всевышнего. Их произвел Всевышний. Их не рожала мать. Их родил Всевышний. И не родил, как говорят, какого-то Бога он родил. Бог не рожает. Он сделал их как написано из земли и вдув в них дух и так далее. То есть это было производство непосредственное производство самого Всевышнего. И вместе с тем этот грех был очень большой, но не самый большой. Оказалось, что самый большой грех это вот этот мраглим. А почему тут надо войти немножко в каббалу. И тогда мы увидим где почему именно этот юд добавили Иешуа. Разница между Иосифом и его братьями, что они более-менее были отшельнический образ жизни и поэтому они восходили все время все выше и выше и выше и написано когда Яков когда ему сообщили что Иосиф жив и он ждет тебя и он послал за Яковом и пока все они собрались весь караван ехать в Египет Яков послал Иуду из Битраем в Эрц Гошин и ты Иуда установи там Ишиву Бет Талмуд и чтобы оттуда Тора вышла когда все это более-менее будет готово я проезжаю я уже по дороге то есть это они могли Юда это мог сделать а почему Иосиф не мог это сделать ведь Иосиф был царем он был в Египте в это время Иосиф его дело было заняться вот этой народностью которая там жила в Египте кроме евреев там было очень много которых надо было обрезать он требовал от них обрезания он говорил я же выкупил вас для фараона вы все куплены вы не собственность давайте будьте добры как по всем законам сделайте обрезание они не хотели они пришли жаловаться к фараону что происходит он говорит делайте то что он вам говорит он не земной человек он может он способен совершить чудеса намного больше чем вы все тут все тут колдуны они начали выполнять все что от них требовал Иосиф а сам Иосиф каждый день выезжал в египетный контроль кроме того что у него у него всякие заседания проходили и все он он руководил всем включая армии включая всем Иосиф руководил а как настоящий руководитель он выезжал проверял выполнена ли вся структура им построена или не выполнена делают все как нужно так он все время разъезжал и Медраж рассказывает что когда он проезжал все египетские девки что и порядочные и самые такие дворянки если можно тогда назвать кого-то из них порядочными и каждая из них выходила в украшениях и одета было красиво и старалась его привлечь иди ко мне ко мне иди ко мне и бежали за ним столпами он ни разу не споткнулся будучи таким что лезет туда ведь его братья туда не лезли они были с овцами верблюдо все такое что связано с пустыми потом они все это продавали снимали шерсть это целое производство было шерсть шкуры и так далее у них были все они делали все оттадуя производили но это все было там отдельно не в самой гуще и в самой там где все где все развратное происходит а Йосиф находился именно там он встречал всякие делегации государственные переговоры и все такое и естественно у него была прислуга такая и там все что было там происходило я не знаю были ли там танцы живота как мы их знаем но было все это все это было были гаремы вместе с тем он исчезал мы же это знаем второе он исчезал на перерыв и уходил в свой дворец у него был был один дворец центральный потом были еще дворцы и был у него его приватный дом частный дом его где тоже был дворец со всеми удобствами у него было кошерное мясо у него было кошерное вино у него было кошерные молочные продукты и никто не мог там ему помешать да никто не мог пройти без разрешения и без сопровождения большинство мошиах бен иусеф первым мошиах будет сын иусефа а второй мошиах будет мошиах бен давид сын давида какая разница между этими мошиахами мошиах бен и бен иусеф это вроде бы когда уже большие работы главные тяжкие работы галута закончились или в самом конце они уже в агонии вся шелуха вокруг нас уже трясется а главное что мы тоже мы тоже избавляемся от нашей шелухи от всего что к нам прилипло две тысячи лет без остановки мы находимся вот в этой ситуации что нас заставляют силой и нашим желанием тупым налепить на себя не нашу одежду и чтобы она проникла глубоко в нас и это секрет мы уже говорили что от евреев исходит все что происходит в мире и и плохое и хорошее все происходит евреи остальные народы идут за нами они учатся у нас и берут от нас моментально хотим мы того или нет или они хотят того или нет посмотрите что делается сегодня в Израиле посмотрите что делается сегодня в Америке во всем мире в Европе а что делается в Советском Союзе всю эту заваруху сделали евреи начиная там с Карла Маркса еще до него был Мендельсон там какой-то и все все что там было с одной стороны это были люди искусства люди культуры а с другой стороны с другой стороны это была эмансипация товарищи воля равенство братство постепенно постепенно это углубляется они же не кончают они как клич они садятся и едаются еще 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 дошло до того что сегодня уже вообще ничего что связано с Торой не занимает место а наоборот они везут первыми воевать со Всевышним однополые браки великое достижение человечества демократия и когда мы хотим во все это вникнуть и мы смотрим на эту главу Тору шлахлха пошли людей проверить как что эти люди должны быть достойны достойны чтобы правильно сфотографировать правильно анализировать и сделать правильные выводы но вместе с тем мы должны знать что каждый наш шаг мы же не прыгаем двумя ногами мы прыгали один раз когда выходили из Египта перепрыгнули тогда все Песах Песах это прыжок Дилук перепрыгнули несмотря на то что мы были совершенно совершенно неразвитыми в этом смысле мы все таки нас все же не вытащили потом должно быть все уже иначе мы должны быть мы должны быть пронизаны правильным знанием правильными ощущениями так Моисей думал что это будет именно так вот это он хотел но они не не выдержали а Етиргара идет с нами на каждом шагу на каждом шагу есть война в каждом человеке каждый из вас это прекрасно знает что что все эти испытания наши идут на каждом шагу если правильно идти направо то всегда если давай пойдем налево если право налево направо и тому подобное нет никакого решения которое принимается у нас без войны какой-либо каждая вещь есть война но это нормально так вселишний насос за это нас никто не упрекает теперь нас учит Тора вот та Тора которая которая нам открыла что что вселишний все время продолжает говорить да будет свет да будет земля да будет небо даже Тора все время повторяет выполняй заветы берегись сатаны выполняй заветы берегись сатаны знай что он есть готовься на состязания с ним готовься на сражения с ним набирай силы и так далее то есть мы не можем быть оторванными от действительности и мы не можем быть где-то в нейтральной полосе потому что на самом деле нейтральной полосы нет ты или тут или ты там и вот это в основном выразилось вот в сегодняшней главе Тора шлахлыха анашин эти мраглин я вам раньше сказал что прибавил Юшу слово юд букву юд и что тогда происходит мы войдем сейчас в такое где первый раз упоминается слово мраглин мраглин упоминается первый раз у Юсефа если вы помните в Брайши научили что когда братья пришли в Египет покупать еду продукты вот тогда Юсеф их увидел он их узнал они его не узнали он же стоял там пронимал все проходили мимо и тогда он их обвинил он им сказал мраглим вы шпионы пришли шпионить тут они говорят нет что мы пришли купить немножко пшеницы немножко муки немножко питания а он говорит нет мы мраглин ну и вся история которая рассказывала там первый раз это слово было услышано там мраглин а что лежит в этом слове мем рейш гимен ламед ют мем мраглин если мы разделим это на два слова одно слово регил нога регил это три буквы рейш гимен ламед это все есть там в мраглин останется у нас еще три буквы мем ют две буквы и еще раз мем получается два слова ну и каббала объясняет как это связано что мы знаем что эн маи мела тора когда мы говорим вода мы подразумеваем тору потому что вот это свойство воды оживлять человека давать жизнь это это свойство имеет вода давать человеку свежесть давать человеку наслаждение без влаги никакого вкуса нет никакого наслаждения нет это все пригодит вода мы это учили в Тане с самого начала ну хорошо маем значит тору нам дает всевышний тора идет сверху как вода сверху идет и падает вниз 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 а второе это регил нога а нога это то что идет на земле упирается в землю то есть с вершин с вершинки сошел ты должен упираться стоять хорошо на земле хорошо стоять на земле иметь дело с землей не отрываясь и как Кабблатов объясняет в строении человека в строении миров где голова и где эмоции где сердце и все пока доходит до регил а регил уже идет до окаваем до пяток и квита до мишиха особенно это сказывается в период когда мы уже находимся на самом окончании всей эпохи перед мишихом это мы уже пятый пятки мишиха уже задеваем в наш период и все это связано именно с вот этой сегодняшней главой туры шалах в слове мрагел это лежит мраглин в том что ют дал добавил Моисей Йошуе а Йошуа пошел тогда молиться в Хеврон куда он пошел молиться в Хеврон 11 человек группа шли вдоль шли как по границам на южной границе Израиля потом вышли к мору и шли вдоль моря и потом повернули на 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 восток и вернулись весь восток прошли и вернулись опять на юг а он единственный который пошел в Хеврон один в самую середину Хеврон это была столица вот этих богатырей всех больших были мощные он не то что не боялся он даже об этом не думал он пришел молиться на могилу к нашим праотцам Авраам Исхак Ияков и Лея чтобы помогли ему не связаться с тем что уже в воздухе было ощущение такое что такие мысли летали что может быть не надо сюда заходить давай останемся там и 10 человек на это подались а двое только не подались это был сам Ешуа и ему нужна была помощь поэтому Моисей в каком смысле нужна была помощь потому что он был очень отдален от материального он был полностью духовным полностью отшельником поэтому Моисей молился за него и поэтому он устоял побежал в Хеврон есть очень интересное учение для нас с вами чего он пошел в Хеврон что Моисей недостаточно было ему все выше недостаточно куда он пошел есть порядки которые установил все вышли а через него установил это Моисей порядок говорит такое Моисей является всем абсолютно все что происходит с человеком который к нему привязан он решает все и сам Моисей тоже имеет своего Ребе которому он ходит на могилу или ходит куда чего было недостаточно того что было без этого а на самом деле без этого ничто не может быть когда мы молимся каждый день одно и то же мы говорим нет дня чтобы мы эту молитву не молились прошли море красное раздвинутое и когда стал воспевать Моисей Всевышнего там написано так что все евреи после этого чуда в Аямину Баашем и уверовали они в Всевышнего и в Моше Авдо и в его раба Моисея а к чему раб Моисей разве недостаточно уверовали во Всевышнего нет недостаточно Всевышний сотворил так мир и так мир и чтобы все проходило через его пророка через Моисея и поэтому Зоар говорит что в каждом поколении есть и по что-то демуше есть распространение Моисея в каждом поколении поколений и в каждом поколении это распространение входит внедряется внедрено в души каждого еврея есть отсколок от Мушерабейна есть кусочек от Мушерабейна мы должны знать что наша связь с Моисеем с Мушерабейну в нашем поколении наш раба он наш Мушерабейн у них между собой есть связь в каждом поколении и с нами это праведник главный праведник нашего поколения а кто пытается как пытались уже много поколений жить без Моисея так они продолжают жить сейчас тоже так их совсем мало осталось мы с нами но они есть мы приближаемся к месяцу Тамуз месяц Тамуз это самый богатый хасидский месяц это месяц предыдущего Ребы это месяц нашего Ребы в эту субботу мы будем благословить наступающий месяц Тамуз и уже начинаем дышать им начинаем чувствовать дай бог нам всем здоровья и чтобы мы поняли что именно с нашим Ребом мы пойдем встречать Мощиах Бен Бен Давид есть комментарии Каббала об этом очень много говорит где в чем сказывается Иосиф и в чем сказывается Бен Давид заключение нашего Ребы наше души 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 в него будут вселен так что давайте товарищи жить улыбайтесь одевайтесь красиво ухаживайте за собой старайтесь чтобы всегда был румянец на лице всегда быть веселыми веселите ближайшие ваши окружения идите дальше чтобы у всех было только радость и веселье потому что мы в такой эпохе что вы себе не представляете помните как была песня такая комсомольская песня комсомольцы добровольцы там был такой момент очень вовремя мы родились мы сурового времени дети вот это слова ведь все это евреи это все наши евреи жиды которые жили в Немеле которые изучали хасидизм которые вдруг скользнулись и сошли как мы родили ну так вот они пели такие песни тогда выдумывали это все из хасидизма так что мы очень вовремя мы родились мы сурового времени дети будьте здоровы